О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, и сегодня в выпуске. Задержали, но не удержали. Как Саакашвили снимали с крыши, увозили и как тот дошел до Верховной Рады. Генеральный компромат. Глава ГПУ рассказал в парламенте о мирных акциях и финансировании, что депутаты спрашивали. Последнее американское предупреждение. Госдеп США сделал резкое заявление по поводу НАБУ, что сказали. Нож в спину. Партнеры Мэй по коалиции срывают ее договоренности по Брекзиту, из-за чего Демарш. Задержание, столкновение, побег из автозака и даже попытка суицида. Вся страна сегодня наблюдала за событиями на улице Костельной в Киеве. Там живет бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. За ним пришли. Сначала ловили на крышу, затем пытались вывести через толпу людей. Задействовали ГПУ, СБУ, Носгвардию и полицию, но не помогло. В чем обвиняют Саакашвили и как он оказался возле Верховной Рады, знает Александр Васильченко. 7 часов утра, улица Костельная. Подъезд, в котором проживает Михаил Саакашвили, заполнен сотрудниками спецподразделений СБУ «Альфа» и соратниками экс-губернатора Одесской области. В квартире следователи. Сам Саакашвили на крыше многоэтажки. Пытается общаться с прессой. Что мы заходим? Это что мы заходим? Это что мы заходим? Это что мы заходим? Пусть вниз сотрудникам СБУ удается схватить и снять политика с крыши. Уже в квартире, в присутствии адвоката, ему вручили подозрения. Пусть, пожалуйста, ухвала вручена, соответствующему законодавству. Просим вас, не заважайте. Все, что вы сделаете, вы будете порушены. Тем временем возле дома собралось несколько сотен соратников Саакашвили. Потребовали его отпустить. Когда задержанного вывели на улицу, чтобы отвезти в СБУ на допрос, попытались отбить его силой. Насгвардейцы применили газ. Ну давайте, ну давайте! После того, как силовики усадили Саакашвили в машину, присутствующие заблокировали выезд и разбили лобовое стекло служебного авто. Все же правоохранителям удалось отбить микроавтобус. Он проехал несколько десятков метров до улицы Трехцветительской. Там активисты перекрыли дорогу, из брусчатки соорудили две баррикады. Тем временем генпрокурор Юрий Луценко заявил, задержание Саакашвили – результат многомесячной совместной работы ГПУ и СБУ. За политиком и его окружением следили. По санкции суда вели прослушку телефонных разговоров. Обвиняет ТЭС губернатора в сотрудничестве с беглым олигархом времен Януковича Сергеем Курченко. Якобы тот предлагал свои услуги, спонсировал митинги. В доказательство генпрокурор привел запись телефонного разговора. У меня в Украине есть бизнес-интересы, у меня есть финансовые ресурсы, у меня есть возможность в России заходить в разные кабинеты. Я заинтересован в том, что построить с вами какую-то такую историю длинную. Возможно такое развитие событий? По данным следствия, Курченко через подставных лиц передал Саакашвили более полумиллиона долларов. Все переговоры с Курченко по версии следствия вел помощник Саакашвили Северион Дангадзе. Якобы он следил за расходами, отвечал за снабжение митингующих и получал деньги от людей беглого олигарха. Его вчера задержали сотрудники прокуратуры при попытке покинуть страну. Вчера, под час обшуков на квартирах Дамешка в Северион Дангадзе в Киеве, были выявлены много необходимых для следствия материалов. В том числе, злополучный паспорт громадянина Украины Саакашвили, который, за его словами, находился че то у президента Украины, че то у министра внутренних справ Украины. Под подозрение попали и политики, сотрудничавшие с Саакашвили. Кому вручат подозрение, генпрокурор пока не говорит. Тем временем, несмотря на обвинения и задержания, доставить на допрос Саакашвили не удалось. Активисты разбили автомобиль, в котором находился политик, выломали дверь и освободили задержанного. В нацполиции заявили, открыли более пяти уголовных дел в отношении людей, которые мешали задерживать Саакашвили. Сам экс-губернатор все связи с Сергеем Курченко отрицает. Вместе с соратниками он сразу же отправился к Верховной Раде. В генпрокуратуре анонсировали, избирать меру пресечения подозреваемым будут завтра. Для Дангадзе потребуют безальтернативное содержание под стражи. Саакашвили же может отделаться максимум круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета. Александр Васильченко, Богдан Вербицкий, Сергей Фролов. Подробности телеканал Интер. О Саакашвили говорили сегодня и в парламенте. Нардепы не скупились на политические оценки происходящего, хотя и осторожничали до выступления генерального прокурора. Юрий Лусенко пришел к народным избранникам не с пустыми руками, а с подборкой записей телефонных разговоров. Но обо всем по порядку. О первой реакции депутатов на события на Костельной и о том, какие законодательные инициативы ушли на второй план, далее в материале. События на Костельной стали обсуждать с первых минут пленарного заседания. И первая инициатива от блока Петра Порошенко там настаивает, чтобы в Раду приехал генеральный прокурор пролить свет на суть обвинений в адрес Саакашвили. В связи с тем, что ее обрунтованы подозри о том, что команда Саакашвили финансовалась представниками команды Януковича, в частности, Курченко, я еще больше запрошу всех депутатов в этом зале проголосовать за запрошение очевидцев ГПУ, СБУ, НАБУ и специализированного антикоррупционного прокуратуры до зала парламента. Самопомощи Батьковщина тоже реагируют без промедления и просят перерыв. Одни нардепы уезжают, другие уходят совещаться. Декілька членов фракции, мы сейчас едем на Костюльну, где Михаила Саакашвили запаковали в Воронок и вывозят. Мы собрали всех краяных фракций с требованием поговорить о ситуации в крае. Потому что, когда президента Грузии арестуют, не понимают каким образом, не понимают какие люди, которые не представляются, которые не допускают депутатов, не допускают адвокатов, нам кажется, что это повернение к тоталитаризму. В итоге, после перерыва, который затянулся на час, нардепы проголосовали за то, чтобы в парламенте выступили главы силовых ведомств. По очереди первым делом генпрокурор. Мы за то, чтобы происходило все в законных условиях. Мы за то, чтобы парламенту были наданы беззаперечные доказы тих невероятных взвинувачений, которые будут силовики высылать тому или другому представнику опозиции. Мы считаем, что это ганьба для края. Я смотрю на это с точки зрения наших международных партнеров. Во время голосования за отчет силовиков вопрос Саакашвили и закрыли до вечернего заседания. А дальше все законодательные ультиматы мы слегка потеряли остроту, как, например, требование проголосовать за запрет продажи земли. Мы надеемся на том, чтобы буквально сейчас, невредкладно, рассмотреть на комитете Верховной Рады, сегодня был законопроект, который внесла Батьковщина, про продолжение мораторию на продаж сельско-господарской земли на 5 лет. И в тот же время дать право властникам паев продать за рынковой вартостью, а не за спекулятивной заниженной вартостью, продать землю державе. Девять законопроектов сейчас находятся. Если сегодня мы принимаем законопроект, то сегодня передаем его до Главы Верховной Рады, может, в четверг уже принесен будет зал для голосования. Той законопроект, который поддерживал подкомитет земельный, он складается с двух частей моратории на год. И уряду дарочит, принятый в первом квартале за проект законопроект земли. Очевидно, что власть очень хочет распродать последнее, что есть, это землю. Мы предлагаем следующую модель. Вносим изменения в земельный кодекс, запрещаем вообще продажу сельхоз земли и выходим на референдум. И спрашиваем у народа, что же они хотят. И пусть власть честно выйдет и скажет, мы хотим землю продавать, мы, оппозиция, будем, скажем, не продавать. И пусть люди сами определятся. Я уверен, что украинцы поддержат нас. Земля продаваться не будет. Голосовать за продление моратория на продажу земли нардепы хотят в четверг, до рассмотрения бюджета. Мол, потом депутатов не соберешь, а на голосование за смету по традиции ожидается максимальная мобилизация. Если мы зайдем в рассмотрение процедуры бюджета или закону 7000 в четверг, то мы уже будем смешаны работать до того времени, пока мы его не приймем. В соответствии, если он будет принят в четверг, то это уже великий крок вперед, мы его принимаем 7 числа, практически за месяц до Нового Рока. Такого уже давно не было в Украине. Голосы уверены, что были. Наша фракция поддерживает государственный бюджет на 2018 год. У нас есть определенные уважения, и в целом наши пропозиции до бюджета были врахованы. Посмотрите на отсутствие податков на выведенный капитал. Адже из бюджета забирается и выводится капитал государства из экономики. Поднятие минимальной заработной платы – это поднятие податков, шановные коллеги. А податки, куда придут? Придут в государственный центральный бюджет. Бюджет мы также не поддерживаем, потому что он антисоциальный. Мы считаем, что завышенные выдатки на силовый блок, на административную машину, на том, что социальные выдатки недостатны. И пенсии, и зарплаты должны быть большими, поддержка реального сектора – большая, поддержка регионов – большая и меньше податковый тягар. Мы считаем, что некорректно вырахованы макропоказники, и в бюджете закладены величезные деньги, которые должны быть спрямованы на поддержку людей. Но и земельные вопросы и бюджетные снова отошли на второй план на вечернем заседании Топтимой стало выступление генерального прокурора. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Самченко, Василий Миновщуков. Подробности – телеканал «Интер». Осень парламента. Все это время находились сторонники бывшего одесского губернатора, был и сам Саакашвили. Что сейчас происходит на Грушевского? Спокойно ли там? Много ли правоохранителей? Обо всем расскажет Руслан Смещук. Он в эти минуты возле парламента. Руслан, здравствуй, тебе слово. Расскажи последние новости. Руслан, здравствуй. Но также хочу добавить, что в последнее время Михаила Саакашвили здесь не видел. Он был на сцене, но потом куда-то ушел. Возможно, он в лагере. Что же до мер безопасности? Они существенны. Здание парламента от площади и протестующих отделено металлическим забором, а также несколькими шеренгами нацгвардейцев и полицейских. Даже вот кажется, что их примерно столько же, сколько и самих протестующих. Но, повторюсь, ситуация здесь спокойная и, возможно, завтрашний день принесет больше новостей. Катя? Спасибо, Руслан, за детали. Руслан Смещук был на прямой связи со студией. Он сейчас на Грушевского следит за происходящим на улице. Напомню, вся история с Саакашвили началась после того, как его лишили украинского гражданства. Причем произошло это довольно быстро. В этом году украинский паспорт вместе с депутатским мандатом отобрали и у радикала Андрея Артеменко из-за того, что у него оказалось два гражданства. Как и у бывшего соратника Саакашвили Саша Боровика. Оба уже покинули страну. В то же время есть политики, которым несколько паспортов в карманы не жмут. Скандальный мэр Одессы Геннадий Труханов гражданин России. Данные о его российском паспорте нашли в Федеральном налоговом реестре Российской Федерации. По данным журналистов, Труханов фигурирует как российский гражданин в сотнях документов офшорных компаний на Виргинских островах. Сам одесский мэр все это отрицает, называя враньем. Теперь его связями с Россией занимаются правоохранители. Двойное гражданство нашли и у одиозного нардепа Вадима Рабиновича, израильское. Еще несколько недель назад известный блогер опубликовал в интернете документы из МВД Израиля, подтверждающие, что Рабинович гражданин этой страны. По данным журналистов, еще в 1994-м он репатриировался в Израиль вместе с женой. Вскоре получил гражданство. А значит он грубо нарушает закон Украины. Немедленно проверить эту информацию от правоохранителей потребовали коллеги Рабиновича по парламенту. У нас есть материалы, что Вадим Рабинович имеет подлинное гражданство. Есть доказательства, есть документальные материалы. Я передал их в НАБУ, я передал их лично президенту Украины. Мы будем добиваться в все возможные законные способи, чтобы он был покаран за это. И мы выкрасили его из украинской политики. Я не потерплю обману. Обман не потерпит украинский народ. По данным нардепа, Вадим Рабинович, будучи гражданином Израиля, уже накопил себе немалую пенсию. С просьбой прокомментировать эту информацию мы отправили запросы в СБУ и миграционную службу. Несмотря на то, что с момента публикации этой информации в СМИ прошло уже две недели, чиновники молчат. Десятки нардепов уже потребовали лишить Рабиновича гражданства Украины и забрать депутатский мандат. Как это сделали с нардепом Андреем Артеменко, у которого забрали депутатский значок и лишили гражданства, после того, как выяснилось, что он гражданин Канады. Это же вскоре может ожидать депутата Вадима Рабиновича и мэра Одессы Геннадия Труханова. Ну и собственно о том, в чем подозреваются Акашвили, какие пленки есть у генпрокуратуры и что на записях. Обо всем этом предметно говорил генпрокурор в парламенте. Он приехал на вечернее заседание. Доводы Юрия Луценко нардепы слушали внимательно, как никогда, как отреагировали на услышанное и увиденное. Любовь Кукла расскажет. Ждали до вечера. Генпрокурор приехал в парламент с видео, на котором дают деньги, якобы, для проведения протестных акций и аудиозаписями с разговорами бывшего губернатора и скандального олигарха Сергея Курченко. По словам Луценко, Саакашвили получил от Курченко на проведение своих акций полмиллиона долларов с целью захватить власть в Украине. И в итоге заявил, дает Саакашвили ровно сутки, чтобы сдаться. Через 24 часа вся правоохранная система Украины сделает все необходимое, чтобы апатрит Михаил Саакашвили, который, очевидно, связан с финансовыми оборудками, с олигархами, в том числе и из Москвы, поставил перед следственным для предъявления подозрений, а потом перед судом, где прокуратура будет клопотать ему домашний арешт. Уважаю, что приход завтра с 9.00 до Следующего службы безопасности Украины на улице Воровской, лично Михаила Саакашвили, избавить страну, которую он на словах так любит, от заявлений. Правда, нардепы не только слушали, но и спрашивали, в первую очередь, про доказательную базу. Я не знаю, чи те, что сьогодні показал нам генеральный прокурор, є правдой, чи брехнею. Это должен сказать суд. Шановный пан Березюк, я всегда закликал судить не по словам, а по действиям. У меня в руках расписка на отримание 25 тысяч гривен участников акции. У меня в руках посадочные документы для подвозки партийных активистов, в том числе вашей организации. И я точно знаю, что это гроши Януковича. Более того, нардепы вспомнили выведенные предыдущие властью деньги из страны, а также уголовные дела против окружения Беглова Януковича. Все гроши исчезли. Миллионы гривен. Где было подписано, откуда брали, из каких коммунальных предприятий, кому раздавали. Тим губернаторам, мерам и всем другим. Мы тут смотрели немало видео. У меня вопрос одно. Когда вы повторно вернетесь в Интерпол, чтобы эти люди снова были в расшуке. Я очень благодарю, что вы сейчас не повторили неправдивую информацию, которую вы расповсюджили, про то, что с расшуку сняти сам Анисимов. Это неправда. Он не сняти. Дякую, что вы из этого раза были точнее. Хочу вам поведомить, вкотре вы это хорошо слышали уже не раз от меня, особисто, про то, что, на жаль, новое руководство Интерполу использует соответствующую статью про имоверные политические основы, для того, чтобы не выставлять черные карты расшуку на многих колишних высокопосадовцев Украины. Уже после вечернего заседания парламента стало известно, что генпрокуратура попросила нацполицию объявить в розыск Михаила Саакашвили. Соответствующее постановление уже передали. Такое решение в генпрокуратуре объяснили тем, что Саакашвили уже сбежал из-под стражи во время его транспортировки на допрос в СБУ. Любовь Кукла, подробности телеканал Интер. И в нацполиции уже заявили, что начали разыскиваться Саакашвили. В то же время глава нацполиции Сергей Князев призвал сторонников эксгубернатора соблюдать закон и предостерег их от участия в провокациях. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. По мнению Князева, провокации могут быть как со стороны митингующих, так и против них. Он напомнил о событиях 24 августа на улице Грушевского. Напомню, тогда в результате взрыва боевой гранаты пострадали три человека. По версии полиции, взрыв устроили радикалы. Из-за событий в центре Киева движение в городе парализовано. Пострадала даже главная елка страны. Ее должны были установить на Софийской площади, но вместо этого дерева застряло в пробке на въезде в город. Привезти ее планируют не раньше полуночи. Напомню, зеленую красавицу везут из Ивано-Франковской области. Для этого понадобился 30-ти тонн нейтрал. Зажечь огни на елке должны традиционно 19 декабря в день Святого Николая. Не ограничивать права Михаила Саакашвили во время следствия призвали в украинском представительстве ЕС. Там надеются, что все будет происходить согласно украинскому законодательству. В свою очередь в американском посольстве призвали разрядить обстановку и избегать насилия. На ситуацию отреагировали и на родине Саакашвили в Совете нацбезопасности Грузии. Попросили обеспечить ему физическую защиту. Госдепартамент США, впрочем, обеспокоен не только ситуацией с Саакашвили, но и конфликтом вокруг НАБУ. Нижнеполитическое ведомство выступило со специальным заявлением, формулировки в котором весьма резкие. Что именно сказали в Госдепе, выяснял Дмитрий Анопченко. За событиями в Украине в этом здании следят очень пристально и знают о происходящем много. Другое дело, что публичные заявления делают лишь в крайнем случае. Стараюсь обычно контактировать неформально или передавать месседжи через американского посла в Киеве. Но конфликт вокруг НАБУ стал поводом для громкого заявления. През секретаря Госдепа Хизер Нойерт. В нем очень жесткие формулировки о том, что происходящее вызывает обеспокоенность, привержена ли Украина борьбе с коррупцией. И о том, что, цитирую, все это напоминают усилия по подрыву независимых антикоррупционных институтов, которые поддерживают Соединенные Штаты. Более того, в этом заявлении Госдеп цитирует госсекретаря Рекса Тилерсона. И, зная американскую дипломатическую практику, могу сказать, что крайне редко внешнеполитическое ведомство ссылается на слова первого лица. Но когда такое происходит, то на дипломатическом языке это означает крайнее предупреждение. Красная черта. Слова Тилерсона тоже беспрецедентно жесткие. Для Украины нецелесообразно бороться за свое тело на Донбассе, если она теряет душу из-за коррупции. О конфликте украинских правоохранительных структур и о том, как его погасить, американцы в эти дни расспросят лично. В Вашингтоне накануне открылся глобальный форум по возвращению финансовых активов, который проводит Всемирный банк. Среди его участников и директор НАБО Артем Сытник, и антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, первые заявления, которые оба чиновника сделали в кулуарах встречи, свидетельствуют, ситуация серьезная. Ну а что касается возвращения активов, главной темы трехдневного форума, то конкретные механизмы сегодня как раз и обсуждают. Без прессы, за закрытыми дверями. Основное, что произойдет в эти дни, представители разных стран смогут наладить неформальное взаимодействие. Без которого, учитывая, что украденные деньги часто отмываются через десятки стран и сотни офшорных счетов, дело не сдвинется. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Украина сделала недостаточно для венгерского меньшинства. Об этом заявил глава украинского МИДа Павел Климкин в своем видеоблоге после поездки на Закарпатье. Но, по его словам, все еще можно исправить. Климкин раскритиковал действующую систему обучения в Украине. Дескать, она не поощряет венгерских детей, учить украинский. Нет учителей, учебников и условий для общения, а украинский язык необходим. И сами венгры это понимают, уверен Климкин. Нардеп Владимир Поросюк снова полез в драку. На этот раз дал подзатыльник полицейскому в городском суде Мариуполя. Произошло это во время рассмотрения апелляции по делу экс-добровольца ВАТО Анатолия Виногородского и Леонида Литвиненко. Напомню, в октябре Поросюк набросился на начальника управления госохраны Валерия Гелитея около Верховной Рады. На Донбассе не утихают обстрелы из запрещенных орудий. Боевики используют минометы крупных калибров и бронетехнику. Самая сложная ситуация на Светлодарской дуге. Впрочем, под Донецком не намного спокойнее. По украинским позициям в районе Авдеевки и опытного противник выпустил больше полусотни мин. Наш военкор Ирина Баглай продолжит. Около восьми часов утра в тишине пехотинцы услышали звук беспилотника, который завис в небе над их позициями. Сразу беспилотник, часа-два, и сразу бах, и пошли работать. Потом перерыв, минутки три ушел он и назад вернулся. И наробил тут нам работы. За полчаса со стороны Донецка боевики выпустили по позициям украинских военных два десятка мин. Несмотря на неожиданность обстрела, бойцы успели укрыться в блиндажах. В это время здесь рвались мины и вот сколько было осколков, какая площадь их разлета, ответ на этих деревьях. Вокруг они все посечены. Виктор показывает каску, которая уберегла ему жизнь. Это его первый обстрел в первую же неделю на войне. Был на посту, первая мина была и попало все в каску, скользящим прошло. Дальше побегли, начали коптера сбивать. Все, хлопцы в ушах пробили, порешатило. Прямое попадание 120-миллиметровой мины выдержал блиндаж. Строим для себя, чтобы все выдержать. Так что все выдержало, все хорошо. А вот солдатская кухня нет. Наша кухня, все осталось целая печка. Буквально через 5 минут сюда забрали льдину, бойца. И как раз только ошли, и сразу приходили. Огонь боевики вели фактически онлайн с беспилотника, корректируя минометы. По беспилотнику работали, минута, ошли, и тоже сразу сюда прилетело. 120-е, это уже. Глибоко зарилось. Вы между минами проскочили. Да, как в шахматном порядке. Вот так, туда-сюда, туда-сюда. Стараясь нанести как можно более ощутимый ущерб нашим военным, российские наемники вели смешанный огонь. И осколочными, и фугасными минами. Осколочное действие, оно при попадании в землю сразу разрывается и рассыпается осколки. А фугасное, это против блиндажей, окопов, укреплений. Зарывается в землю на замедлитель. То есть, изрывается через секунду. Не только повезло, но еще и сказался опыт и подготовка. У наших военных без потерь. А разрушенные укрепления уже взялись отстраивать. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Евгений Малярчук. Из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Увеличение обстрелов на Донбассе фиксируют в ОБСЕ. Об этом на заседании трехсторонной контактной группы в Минске заявили представители миссии. Пресс-секретарь представителя Украины Леониды Кучмадар-Калифер сообщила, что на 10 декабря запланирован развод сил в районе станицы Луганской, но только при условии соблюдения тишины со стороны боевиков в течение недели. И уже на следующей неделе встретится представитель Госдепа США. По вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков. Об этом сообщил американский посол в России Джон Хансман. Это будет уже четвертый раунд переговоров Волкера и Суркова по Донбассу. По словам Хансмана, предыдущие оказались непродуктивными. Подарок на 100 миллионов гривен. Командующий Нацгвардии Юрий Аллеров согласовал замену жилкомплекса для гвардейцев. В итоге вместо жилья на столичном Печерске они получили квартиры на окраине Киева. Подробности далее. В 2000-х годах тогда еще внутренние войска, реформированные позже в Нацгвардию, передали почти гектар земли на улице Коновальца 34 под застройку. За это по договору 20% квартир обещали нацгвардейцам. Но прошлой осенью руководитель структуры Юрий Аллеров подписал ДОП-соглашение, согласно которому служащие отказались от квартир на Печерске, получив взамен жилье в промышленной зоне рядом с метро Красный Хутор. Разница в цене составила более 100 миллионов гривен. Об этом идет речь в программе «Наши гроши». По данным журналистского расследования, у самого Аллерова ни квартиры, ни машины. Зато через несколько месяцев после квартирного обмена его дочь Екатерина Пустынникова сделала две недешевые покупки «Внедорожник Гранд Чироки» и «Квартиру Новостроя». Аллеров объяснил, дескать, дочь сама заработала деньги в фармкомпании, но информации о ее причастности к этому бизнесу нет. Это подробности и далее в нашей программе. За чертой по всей стране митингуют военные пенсионеры, чего требуют. На новые рельсы в Укрзалезнице обещают заменить вагоны и локомотивы, с кем договорились о производстве. Безвластие в Цебриково об избирательном скандале. В этом поселке Одесской области мы уже сообщали. И вот суд признал незаконную регистрацию нового головы. Но та заявила, что это решение выполнить невозможно. Кто же руководит поселком, выясняли мои коллеги. За пост председателя Цебриковской громады боролись два фаворита. Татьяна Матрос от Батькевщины и самовыдвиженка Людмила Рысич. Матрос якобы победила. Секретарь местного избиркома даже провела первую сессию постсовета, на которой представила нового председателя. Но Рысич опротестовала результаты в суде. Дескать, были нарушения, подтасовки. А сессию вообще провели нелегитимно. На днях суд согласился. Сессия незаконна. Все суды касательно незаконности проведения первой сессии и самозахвата власти были в суде выиграны. По сути, группа лиц, которая не имеет никакого отношения к местной власти, захватила сельсовет и не дает нормальной работы. Татьяна Матрос спорирует. Сессия проводилась 22 ноября, а суд вынес решение 2 декабря. Таким образом, по ее мнению, формально она председатель. Хотя по факту не может работать. Решение суду вынесено так, где механизм, повернение назад, или как сделать правильно, в Украине еще до сегодня нет. Адвокаты Рысич обвиняют Матрос в том, что она забрала печать постсовета и ключи от здания. Хотя в таких случаях, говорят, власть в поселке должна вернуться к предыдущему председателю, Владимиру Барнасевичу. Сам он сторонник пересчета бюллетеней. Поверьте мне, если бы я был на месте, я бы принципово заставил пересчитать все голосы, чтобы было все честно. Сторонники Матрос собрали сегодня в Цебриково митинг. Утверждают, никаких фальсификаций не было и все это происки конкурентов. А вот их оппоненты уверены, митинг собрали депутаты постсовета, регистрацию которых суд также отменил. Якобы привели сюда своих родственников и сотрудников. Сторона Рысич тем временем даже обратилась в СБУ. Говорят, все это похоже на конституционный переворот. Сторона же Матрос обратилась за разъяснениями в центр избирком. А пока в Цебриково царит, по сути, полное безвластие. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. 7 миллионов долларов потратят Китай и Украина на совместные проекты. Об этом в ходе встречи с вице-премьером Совета Китая Мак Каэм сообщил Владимир Гройсман. По его словам, в этом году страны отмечают 25-ю годовщину установления дипломатических отношений. Премьер заявил также о важности сотрудничества с Китаем. Я думаю, что мы можем с новой силой запустить ряд важных проектов, что до глубины нашей współпрости, начиная от współпрости в сфере культуры и завершивая честную współпрость в развитии экономики. Украинцев ждет десяток новых ЖД-маршрутов. Об этом сообщил его председатель управления Украинской залезницы Евгений Кравцов. Он представил новый график движения поездов на этот и следующие годы. Кроме того, он анонсировал, что более 3000 новых вагонов встанут на рельсы уже со следующей недели. Новый подвижной состав сначала будут использовать на внутренних направлениях, а уже в 2018-м он будет курсировать и в страны ЕС, заявил Кравцов. В связи с европейскими странами Украинская залезница дает возможность потягами соединять Украину с семи странами ЕС. Это с Польшей, Чехией, Словачией, Угорщиной, Австрией, Румунией и Болгарией. Мы уже запланировали приобретение 60 новых пассажирских вагонов и провести модернизацию до 260 дополнительно. Напомню, Украинская залезница также заключила договор с американской компанией General Electric, которая выпускает локомотивы. Это, по словам железнодорожников, обеспечит не только поставку, но и производство поездов G-Evolution в Украине. Уже в следующем году General Electric планирует построить для Украины 30 новых составов. Военные пенсионеры протестуют. Они сегодня вышли на акции сразу в нескольких городах. Говорят, на те деньги, которые получают сейчас, выжить невозможно. Что предлагали и услышали ли их чиновники? Галина Якушко расскажет. Это на акцию собираются пенсионеры, бывшие полицейские, военные спасатели. Уверяют, после выхода на заслуженный отдых стали нищими. Богдану Жуку пришлось переехать из города в село, чтобы как-то выжить. На 2500 гривен едва сводят концы с концами. Главное требование – пересмотреть пенсии и начислять их по той же формуле, что и ушедшим в отставку два года назад. Но для этого Минсоцполитики должно разработать изменения в закон и передать их на утверждение Верховной Раде. Тогда, надеются, будут получать около 7 тысяч гривен. Свои требования участники акции озвучили губернатору. Тот пообещал информацию передать президенту. Собираясь на акцию военные пенсионеры Миколаевы, требования те же – пересчитать пенсии. Поэтому мы будем бороться до конца. Против жизни впроголодь выступили сегодня и жители Мариуполя на акцию. Ветераны силовых структур пришли на Театральную площадь. Говорят, пенсии должны были пересчитать еще в прошлом году. Но до сих пор этого не произошло. Пикетчики заявили, если не получат ответ до 12 декабря, соберутся на митинг снова, уже в Киеве. Без права на ремонт в Кропивницком может замерзнуть целый микрорайон вместе с детсадами, школой и поликлиникой. Все из-за аварии на теплосетях. При этом ремонтники знают, как устранить неполадки, но сделать этого не могут. Почему узнавали наши корреспонденты? В микрорайоне Попова на месте некогда зеленого газона построили 6 магазинов, как раз над теплосетью. В это воскресенье трубу прорвало. Тепловики пытались подкопаться к порыву под фундаментом магазинов, но не вышло. Вот эти лырки все. Все лырки. Поставили, как говорится, я не знаю, разрешение есть или нет, они стоят на теплотрассе. Все. И вот, чтобы убрать это, сделать порыв, надо убирать. Проблему временно решили. Тепло подали по обводным сетям. Но тепловики предупреждают, если порыв увеличится, микрорайон замерзнет надолго. Ну, кто же дозвил дал им построиться тут? Вот здесь надо и начинать голову отрывать тому, кто дал дозвил. Жильцы не могли давать дозвил, чтобы кто здесь строился. Эти магазины построила частная фирма. Ее директор что-либо комментировать отказался. А вот руководство предприятия «Кировоград-Тепло» уже обратилось в мэрию с просьбой посодействовать в сносе мафов. Лишь после этого владелец помещений пошел на компромисс. Разрешение на постройку мафов частная фирма получила в мэрии еще 6 лет назад. Кто и как поставил свои подписи в документах, из-за которых под угрозой оказался отопительный сезон. Сейчас разбирается специнспекция. На сегодняшний день мы изучаем документы, продолжим изучать документы, документальную базу по данным земледелям. Найдут ли виновных пока неизвестно. Но если таковые и будут, то наказать смогут лишь тех чиновников, которые в горсовете работают до сих пор. В Киеве обстреляли автомобиль полузащитника «Динамо» и сборной Украины. Двое неизвестных открыли огонь из автомата по внедорожнику Дениса Гармаша. Машина в этот момент находилась на стоянке, в ней никого не было. Стрелявшие с места преступления скрылись. Полиция расследует происшествие по статье «Хулиганство». Очередное унижение Терезы Мэй. Британский премьер получила нож в спину от соратников по коалиции. Это произошло на глазах у брюссельских чиновников и еще больше пошатнула авторитет Мэй. Что сделала партия Северной Ирландии и чем это грозит? Светлана Чернецкая из Лондона. Такого поворота никто не ожидал. Один телефонный звонок британскому премьеру прекратил переговоры по Брекситу. Терезе Мэй позвонила лидер партии демократических юнионистов. ДЮП, это партия Северной Ирландии, партнер консерваторов по коалиции. После выборов премьеру не хватало нескольких голосов для большинства в парламенте. И она пошла на сделку с юнионистами. За поддержку правительству пришлось дорого заплатить. Северной Ирландии дополнительно выделили из бюджета миллиард фунтов. Но это не гарантировало послушание. Юнионисты заблокировали проект договора с Брюсселем из-за вопроса границы между Ирландией и Северной Ирландией. Это будет единственная сухопутная граница между Британией и Евросоюзом после Брексита. И чтобы не возвращать пункты жесткого контроля, Лондон и Брюссель договорились о так называемом регуляционном сближении. Оно по сути означает, что Белфаст экономически сильнее привязывается к Дублину, чем к Лондону. Северная Ирландия должна покинуть Евросоюз на тех же условиях, что и остальная Великобритания. А сейчас правительство пытается принимать решения без нашего согласия и не спрашивая нашего мнения. Мы на такое не пойдем. Возникает вопрос, почему премьер поехала найти критические переговоры в Брюссель, не посоветовавшись с партнерами по коалиции. Ну а европейские коллеги Мэй еще раз убедились, что в британской политике царит полный хаос. Тереза Мэй собирается обратно в Брюссель уже завтра, но теперь она обязана заручиться поддержкой юнионистов Северной Ирландии. Премьер пригласила на встречу их лидера Арлин Фостер, но та ехать в Лондон отказалась. Также Мэй сегодня срочно вызвали в парламент отчитаться о вчерашнем провале в Брюсселе. Но она не пришла. Отдуваться прислала министра по вопросам выхода из ЕС. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности ей я желаю вам хорошего вечера. До встречи завтра. Продолжение следует...